Юные славянцы не устают нас радовать своими талантами. Школьные театры, которые дают возможность ребятам проявить себя на сцене, развиваться в творческой сфере, впервые принимают участие в районном театральном конкурсе в главной роли. Название конкурса далеко не случайно. Действительно, таланты здесь в главной роли. Для того, чтобы увидеть все своими глазами, мы побывали в 12-й школе. Во время подготовки к спектаклям ребята изучают литературные произведения, тренируют память, заучивая свои роли. Такая работа оказывает влияние на формирование у них чувства прекрасного и эстетического вкуса. Школьники получают новые возможности для самовыражения. Нужно только заметить их способности и позволить им проявить себя. Это удалось режиссеру Ирине Юскиной, которая в театральной студии «Альтаир» 12-й школы подготовила с учениками драматическую постановку «А завтра была война». Я люблю ставить и ставлю только драматические вещи. Почему? Потому что на этом растут ребята. На этом и актерское мастерство у них повышается, и понимание приходит другое. Вот даже после игры в спектакле, после игры, да, вы знаете, я вижу в них колоссальные перемены. Все внимание на сцену, где разворачивалось волнующее действие. В постановке рассказывается о подростках, вступающих во взрослую жизнь, делающих первые шаги навстречу будущему накануне Великой Отечественной войны. Школьные заботы, учебники и контрольные, казалось бы, все как обычно. Но в головах 16-летних юношей и девушек появляются новые, неизвестные им ощущения и совсем не детские вопросы о дружбе, истине и ответственности. Они на пороге взрослой жизни, но судьба распорядилась по-иному, не дав им возможности познать все ее радости. Ребята ушли на фронт. Они проявили мужество и героизм, защищая родину, и далеко не все вернулись домой. Тема детства, перечеркнутого войной, прозвучала и в постановке студии «Альтаир» «Дети концлагеря Санкт-Полтен». Жюри оценивало выступления конкурсантов, учитывая художественную ценность, сценическую культуру, оформление, оригинальность и артистизм. А ребята, пережив яркие эмоции на школьной сцене, думали о том, что им уже удалось сделать. Это незабываемое ощущение, когда ты выходишь на сцену, и люди, они реально смотрят, им очень интересно на тебя смотреть, и ты чувствуешь вот то, что ты правда что-то нужное показываешь, то, что людям нужно. И почему так много ребят к нам сейчас сходится, очень многие про нас спрашивают, потому что это очень интересно, это очень познавательно. То есть, допустим, я никогда не слышала таких историй, вот честно, вот признаюсь, не слышала. И до того, когда я читала первый раз сценарий, это просто, это взрыв эмоций, это слезы, это даже радость в каких-то моментах, когда это действительно все заканчивается. Основной целью конкурса в главной роли является развитие театрального направления в школах нашего района. В нем принимают участие творческие коллективы из 35 школ. Подготовлены постановки на основе русских народных сказок, произведений зарубежных и отечественных авторов. Финал конкурса пройдет в городском доме культуры Славенска на Кубани. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».